Всем доброе утро! У меня, как всегда, свободное утро. Я сделала уже кардио. В зал не поехала, потому что еще все в снегу, но уже потаивает. К ученикам я, конечно же, поеду. Сейчас я решила испечь пирог. Как говорится, из того, что было, why not, как говорят англичане. Так, ну что, мы в тесто добавим муку, разрыхлитель, сахарозаменитель, еще вот такой йогурт у меня остался, яйца и растопленного масла чуть-чуть. А на начинку я использую груши. Вот тут они у меня есть такие чуть-чуть уже. Они не гнилые, все с ними хорошо. Просто уже, ну как-то кушать уже такие не хочется, а в пирог самый раз. И вот в этой формочке попробую испечь. Надеюсь, как так-то не подымалось никогда тесто. Как так, сейчас вот так подымется, все, вывалится. Ну, короче, посмотрим. Все, буду делать. А, еще добавлю лимончик в тесто. Ну, вот так вот это потру. Типа цедра лимона будет крутая у меня. Володя там тусуется, как всегда у меня. Так, все, отправляем. Посмотрим, что у нас тут получится. Надеюсь, что что-то получится. Ну, зацените, какая ляпота. Как он красиво поднялся. Как он красивый, весь румяный. Ну, еще чуть-чуть я его оставлю. Хай еще попечется чутка. Ох, я прям опять поверила в себя. А тут, смотрите, я решила сделать такой витаминный салатик. Капуста, морковка. Сейчас добавлю оливковое масло, уксус и, ну, соль, понятное дело, и сахарозаменитель. Будет тоже очень вкусный салатик. Прям так захотелось капусточкой такой. Узнаете? Красавчика моего. Я его, наконец-таки, постирала раму. То я уже тысячу лет назад купила, но все, не было времени добраться до вот этого вот оформления. Ну, оформлением это назвать, конечно, нельзя. Но все, что я сделала, это постирала и как-то там нацеплю на раму. Кстати, вот у меня уже тут крем-букот, но я думаю поменять полки местами. В общем, как-то надо мне тут все сделать правильно, чтобы было. Точнее, так, как я хочу. Ну и как вам мой пирог? Я считаю, очень даже ничего. Я, конечно, еще не пробовала, но я думаю, что будет вкусно. Посмотрите, как красиво поднялся. И вот такие коржи можно даже делать. Вот такой свободно можно разрезать на две части. И еще вторая такая же форма. Получается, четыре коржа может получиться. Супер-мегабайт. Ну вот, я чуть-чуть разобрала свой стеллаж. Наверху фотки. Так, вроде, кажется, что неудобно смотреть, но когда лежишь на кровати, я уже проверила. Очень даже хорошо видны фотографии, мои вышитые картины. Вот это, понятное дело, это сахарница, но это мне дарила мама, и я в ней сахар, конечно же, не держу. Это у меня шкатулка для украшений. Магнитик из Египта. И здесь тоже фотки. Эта статуэтка мы покупали с Александром в Египте. А вот этот рояльчик мне дарила моя знакомая. Ну, здесь уже в Англии. Так, тут еще вот не определилась, надо будет все доделать. Вы только не думайте, что я очень хочу похвастаться, но пирог реально очень вкусный. Я совсем-совсем маленький кусочек попробовала, он просто тает в рту. Тесто получилось какое-то невероятно пушистое, мягкое, такое... А груши, это вот сладость от груш. Просто, м-м-м, как опиума, любовь, м-м-м. Что? Я как-то замерзла, одела только теплый свитер, такой теплый костюмчик домашний, почти пижамный. Саня ездит с работы, сейчас я попью чаек, пока он приедет, и пойду сейчас повышиваю. А потом уже... Ну, потом уже что-то, не знаю что. Так, ну что, доброе утро. Вот такую пачку Александр нашел сегодня на полу. Но я хочу заметить, что эти пачки расположены вот здесь, на холодильнике. То есть кто-то запрыгнул каким-то образом на холодильник, скинул и пытался эту пачку открыть. А что ты плачешь? А что случилось? Ты что, требуешь еду? Нет, так вот, я еще прошу заметить, что всегда в свободном доступе. Роял Канин – хорошая еда. Но им, видите ли... Что, Патоша? Ты такой вредный, такой серьезный чувак, да? Борисулечка, а ты... Ну, и вот все, разгрызли пачку. Вы представляете, какие люди наглые. Я просто в ужасе, если честно. Провожу свое утро за книгой, но сейчас уже поеду в зал. В общем, читаю о Дали. Такая вот картина «Горящий жираф». Если честно, я даже сразу не заметила жирафа. Я обратила внимание на центральную фигуру. И вот надо понять, почему же «Горящий жираф». Надеюсь, что в этой книге будет объяснение, потому что пока что здесь только вступление, как Дали попал в чистилище и разговаривал со своими двумя помощниками, которые ему представили два тома его картин, и как он там их раскритиковал, и что ему там понравилось, что не понравилось. А также здесь рассказывается, как Дали писал картину его величества бога «Трапезы». В общем, интересно. Тут картина «Галициогенный тореодор». Здесь уже, конечно, больше, намного деталей. Тут вот есть... Ну, конечно, это не Иисус, но такой отблеск какому-то святому деятелю. Венера. К чему здесь мухи, мне непонятно. Вот здесь можно увидеть... Ну, лично я здесь вижу мордочку леопарда. Мальчик стоит. Ну, очень много, что непонятно. Просто взрыв мозга. Всё надо читать, всё надо... Надеюсь, что здесь всё будет объяснено. Ну, хотя бы частично. А также здесь написано, что... Три человека, которые помогли вообще... Ну, не то, что помогли Дали. Ему, конечно, не нужна была помощь, но чтобы картины вышли в свет, и их там тиражировали, какие-то делали... Как эти называются? Репродукции. Так вот, это вот три человека. Роберт де Шарнс, Гил Нерет и Николас де Шарнс. Николас — это, по-моему, сын Роберта. Да. Вот они очень сильно любили Дали и распространяли его работы. Ну, будем по чуть-чуть с вами это дело изучать. А, и ещё, к сравнению, если помните, я читаю другую книжку на английском. «Живи, как мой кот». Ну, конечно, там язык вообще. Я там всё понимаю. Здесь я, конечно же, не вхожусь без своего айпада. Этот как-то транслейтор. Некоторые слова мне, конечно, очень западают. Поэтому я некоторые слова перевожу. Например, слово вот такое, которое очень часто встречалось здесь. Сейчас я вам его скажу. «Purgatory» — это чистилище, представляете? Или вот ещё мне понравилось слово «repest». Вот это слово «repest» — это значит «трапеза». Ну, интересно. У меня такие закладки есть. Я то, что мне очень интересно, закладываю. Ну всё, я поехала заниматься. «Кошачий дом». Заходишь после тренировки, Батоша, кс-кс-кс-кс. И тебя встречают люди. И тебя встречают люди. Ну, пойдём. Что там у нас? Так. Вы видите, что тут у нас? Вы видите, что тут у нас? Они опять залезли сюда. Посмотрите. Посмотрите. Я не могу. Посмотрите, что они вытворяют. Сегодня уже вторая пачка. Они поняли. Ну вот и скажите, что коты без мозгов. Вот сейчас я вам расскажу. Вот вы мне скажите, что у котов нет мозгов. Да у них мозгов больше, чем у нас с вами вместе взятых. Как они понимают, что это там? Это же закрыто всё, запечатано. Ну ладно. Если бы было открыто, можно понять, что они по запаху туда запрыгивают. Но это же запечатано. Они просто всегда видели, что я отсюда беру, и что тут им что-то будет вкусненькое. И они додумались. Ну всё, надо будет новое место искать для еды, потому что это невозможно. Это просто... Я их обожаю. Я просто не могу. Ура. Я закончила вышивать лист. Сейчас мы только вышим с вами из батоши. Из батоши, из батоши. Вышим бэкстич, и уже, так сказать, 50% работы будет выполнено. Итак, 50% работы выполнено. Вот так это выглядит на превью. Единственное, что я ещё не вышила, это вот эти вот ниточки на хустынке. Но это я буду отшивать уже, когда закончу работу, чтобы они не помялись, так как нитка... Как это? Типа махровая. Ну, такая пушистенькая. Небольшой мой органайзер. Не так осталось ещё. Я думаю, что должно хватить. Я особо не экономлю, но и не трачу за зря нитки. Мне всё очень нравится. Где-то тут, по-моему, будет потом уже на верхней части, как эти называются, французские узелки. И я о них с ужасом думаю, потому что я их вышивать не умею. Ну вот, крестики более или менее одинаковые. Я, конечно же, вышиваю всё в одном направлении. Это естественно. Сапожки у неё такие красивые. Травка. Конечно, вышивать вот эти вот розочки. Вот здесь вот это бэкстич такой нудный. Интересно, вот почему вот эта роза, на ней нет бэкстича. Точно нет. Я ещё перепроверила. Даже можем посмотреть на превью. Ну, может, что это в движении и теряется резкость вышивки. Ну, не вышивки, а хустынки. Так что, вот такая красота. Что ещё хочу вам рассказать? Закончила я уже слушать аудиокнигу Загребельного Роксолана в гареме Сулеймана Великолепного. Как я и говорила, так и сейчас остаюсь на том же мнении. 50 на 50. Двояко очень впечатление. Мне не хватило тоже, я уже это тысячу раз вам говорила, мне не хватило именно больше гарема, больше описания быта. Если бы не сериал, я бы, наверное, с трудом вообразила бы всё, как это происходило. То есть в моей голове бы картина, наверное, с трудом бы рисовалась бы. Ну, благодаря сериалу я это, конечно, представляла. Хотя Хюрем в моём понимании, в моём представлении, в моей голове и как это иммагинейшн была другая, нежели в сериале. Она была более хрупкая, более нежная, более такая какая-то сдержанная, не такая сумасшедшая, как в сериале и не такая, ну, не знаю, не такая крупная. Потому что в сериале она не толстая, конечно же. Мирьям Узрили великолепная красавица, просто, ну, нереально крутая девушка. Но как-то для Хюрем я бы хотела помельче. Язык, ну, не могу сказать, что какой-то не такой, но после Господа Головлёвы романа мне, конечно, я не знаю, кто сейчас переплюнет. Там, конечно, ух, так что, вот такие дела. Не могу вам порекомендовать читать, не читать эту книгу. Наверное, всё-таки нет. Наверное, всё-таки нет. результат, потому что, я говорю, ожидание, как-то, нет, это результат не оправдал моих ожиданий. Ну, ничего, прослушала и прослушала. Так что, сейчас я буду новую книгу уже слушать, уже даже выбрала, что, но об этом я вам расскажу уже в следующих видео. Всё, на этом я, вот там такой у меня творческий беспорядок. Конечно же, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Конечно же, Батоша, он всегда везде со мной. Всё, на этой такой позитивной ноте на 50% я заканчиваю это видео. До скорых встреч. Всем пока. Кстати, подписывайтесь на мой канал и пишите мне комментарии. Это помогает продвижению моего старенького канала. Всё, всем пока. Кс-кс-кс-кс. Субтитры сделал DimaTorzok